МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Девушка, скажите, пожалуйста, какие вообще билеты есть на вот премьеру, которая через 2 часа, полтора? Сегодня билеты 2 дня. Вообще ни одного. А ближайшие завтра, послезавтра? Завтра, пожалуйста, 5 тысяч. Это портер? 5 тысяч, да? Это напоминает кассы вокзала. Тот же масштаб, тот же градус напряжения. Все собравшиеся хотят билет непременно на сегодня и недорого. Ради этого готовы провести около окошек полдня, пока, наконец, не снимут бронь. Мы стоим, ждем. Пока придет время 6, чтобы мы уже подошли к кассе, уже аккуратно друг за другом мы взяли вот эти билеты, если они будут. Вокруг брони как раз и разворачивается главная борьба. Определенное количество билетов оставляют для студентов, пенсионеров, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной и других льготников. Резервируется 142 места на историческую сцену, 54 на новую. Одна часть брони снимается за 2 дня до спектакля, другая за 2 часа, третья за час. Конечно, хотелось бы больше. Умолчу хотелось. Те, кто не хотят стоять в очереди за освободившимися дешевыми билетами, либо покупают дорогие в кассе, либо обращаются к посредникам. Интернет пестрит предложениями. Вот это вот как раз таки и есть официальный сайт Большого театра. Посмотрим, остались ли здесь билеты. Билетов нет. Смотрим следующий сайт. Та же самая премьера. Здесь написано, что билеты от 3400 рублей. Ну вот они как-то обозначены, свободные места. Смотрим портер. Пожалуйста, 22100 рублей. В том, что сайт принадлежит спекулянтам, мы убедились почти сразу. Покупать билет за 22 тысячи не решились. Взяли за 2900. Самый верхний ярус – плохой обзор. Два, три. Двадцать пять, я правильно не опросил на 25. Итак, что же мы получили за 2900 рублей? Ну, во-первых, вот такой красивый конверт, разумеется, с логотипом Большого театра. Внутри у нас вот здесь вот визитка, ну как бы из Большого театра, и сам билет. Обратите внимание, что цена не указана, но это только на первый взгляд. Если мы аккуратненько оторвем приклеенный штрих-код, то обнаружим, что номинальная стоимость билета 100 рублей. То есть мы переплатили в 29 раз. За такую спекуляцию владельцам сайта большойтикетс.ру придется ответить в суде. Театр подал иск. Гендиректор Владимир Урин хотел бы показательного процесса. Он напомнил, легально проданный билет не может стоить дороже 12 тысяч рублей. Заклеивают цену и продают их, как будто это дорогостоящие билеты. Но сейчас тоже решаем проблему, как это сделать в правовом поле. Уже готовятся и другие иски. На бренде театра сейчас спекулируют сразу несколько сайтов, название которых присутствует слово «большой». Друг от друга они принципиально ничем не отличаются. Вот мы открыли сайт «Незаконный». Здесь тоже Большой театр. Изображение Большого театра. У любого человека абсолютно будет понимание, что он зашел на официальный сайт Большого театра. По российским законам максимальное наказание за нарушение авторских прав – 6 лет тюрьмы. Но чаще всего дела заканчиваются штрафами и закрытием интернет-ресурса. И уже на следующий день тот же владелец может открыть новый сайт. Но в названии поменяется, скажем, одна буква. Причем такие бизнесмены обычно хорошо прячутся. Вы не дадите нам комментарий по поводу иска Большого театра? Мы нет. А почему? Ну потому что я оператор. Что я могу вам? Какой комментарий дать? А кто-нибудь из начальства вашего? Начальство наше далеко от нас. Как же не дать себя обмануть? Итак, верный признак спекуляции – минимум информации и цены, взятые, что называется, с потолка. Это во-первых. А вот еще несколько советов от легальных распространителей билетов. У нас требуется авторизация. И просто так, по большому счету, сделать запись в базу данных театра сделать не получится. Если же система предлагает нам купить билет и в рамках покупки билета нам предлагают заполнить некоторую форму, которая позволит с нами обратно связаться, то, скорее всего, мы работаем с перекупщиками. Перепродажа билета впервые стала проблемой не в Москве и даже не в России. Как уверяет театральный критик Григорий Заславский, с этим сталкиваются практически все самые известные сцены мира. Борьбу со спекулянтами, наверное, начали еще прежде, чем в Большом, в Ласкало, в Гранд Опера. И эта борьба идет с переменным успехом. И тем не менее, победа всегда остается на стороне спекулянтов. О коррупции в Большом страна впервые узнала в самом конце советской эпохи. Громкое разбирательство начали в 90-м. Курировал его Александр Гуров. В то время он возглавлял управление МВД по борьбе с организованной преступностью. Были вскрыты многочисленные факты взяточничества, спекуляции, нарушения правил о валютных операциях при реализации билетов. Он до сих пор хранит тот протокол, который когда-то многим стоил должности. Ядро коррупционной схемы находилось в самом театре, а именно в том отделе, который отвечал за распространение билетов. Приходили люди к этому заведующему отделом реализации. Платили деньги, он давал им пачку билетов, они дальше шли. Билет стоил 10 долларов по тем временам. Люди, которые перепродают билеты около касс Большого, с тех пор никуда не делись. Полодой, сейчас билет возьмем? А на сегодня у нас? Да, возьми у меня дешевый на измазке. 500 рублей. Известное правило. Есть спрос, значит будет предложение. Большой театр – это престижно. И те, кто готов платить прежде всего за статус, а не за спектакль, верные клиенты спекулянтов. Надо немножко заняться селекцией публики. Потому что я вас уверяю, что люди, которые хорошо разбираются в том, на что они идут и что они ожидают, вот с ними барышникам будет гораздо тяжелее. Родион Мариничев, Мария Солопова, Игорь Бекренев, Александр Зильбер, Влас Москвин. Программа «Вместе. Россия. Москва».